Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы совершим с вами виртуальное путешествие по проспектам и улицам города Архангельска. Они расскажут нам о его прошлом и настоящем. Наше путешествие начинается с набережной Северной Двины, вдоль которой построен наш город. Это одна из главных улиц Архангельска, излюбленное место архангелогородцев и гостей нашего города. Она тянется по правому берегу реки Северной Двины. До 1935 года она называлась просто Набережной. Потом была переименована в проспект Сталинских ударников, затем в Набережную имени Сталина, позже в Набережную имени Ленина. С 1993 года носит свое нынешнее название – Набережная Северной Двины. Ни одна улица нашего города не имеет такой богатой биографии, как Набережная. Здесь, на мысе Пунаволок, заражался Архангельск и его история. 1584 год. На этом месте по приказу Ивана Грозного был построен деревянный город-крепость, будущий город Архангельск. В 1684 году на набережной было построено самое первое каменное здание нашего города, которое еще помнит Ромоносова – Гостиные дворы. До наших дней сохранилась лишь малая их часть, но она по праву считается одной из главных достопримечательностей Архангельска и является памятником федерального значения. Улица была свидетельницей того, как уходили в дальние опасные плавания полярной экспедиции Пахтусова, Русанова, Седова. Украшает набережную огромное количество памятников. Памятник Петру Первому скульптору Антокольского. Напоминание о трех приездах Петра на север и образовании Российского флота. Монумент Победы, где горит вечный огонь. Памятник Тюленю, спасителю жителей Архангельской и Бракадного Ленинграда. Памятник участникам северных конвоев. Стелла, город воинской славы. Памятник адмиралу Кузнецову и юнгам Северного флота. Все это напоминание о далеких страницах военной истории столицы Поморья в годы Великой Отечественной войны. Параллельной набережной проходит самый оживленный, всегда многолюдный, большим движением транспорта Троицкий проспект. Эта центральная улица Архангельска тянется от площади профсоюзов до улицы Гагарина, проходит через всю центральную часть города. Вдоль этого проспекта располагаются административные здания. Здание Медицинского университета, городской театр драмы, Архангельский областной театр кукол. Когда-то давно он назывался Средним, Творянским, Троицким проспектом Павлина-Виноградова. Своё название он получил от некогда стоявшего на нём Троицкого кафедрального собора, который располагался на месте нынешнего драмтеатра. Собор был построен в конце XVIII века и был одним из самых светлых и красивых соборов России. Император Александр I, который посетил собор в 1819 году, был поражён красотой Архангельского собора. В 1929 году собор был разрушен, как и многие другие здания Архангельска. С 1929 года по 1993 год он назывался проспектом имени Павлина-Виноградова. Павлин-Виноградов был участником гражданской войны на севере, организатором барона Архангельска против интервентов. В 1993 году проспекту вернули его прежнее название Троицкий. Параллельно Троицкому проспекту проходит проспект, названный в честь нашего выдающегося земляка Михаила Васильевича Ломоносова. Велики и неоценимы заслуги Михаила Васильевича, великий русский учёный, основоположник русской науки, поэт, художник и просветитель, основатель Московского университета. Его труды и открытия обогатили многие отрасли знаний. Проспект Ломоносова первоначально именовался новой или въезжей дорогой. В 1854 году въезжий проспект был переименован Санкт-Петербургский, затем Петроградский. С 1961 года проспект носит имя, имени Михаила Васильевича Ломоносова. В самом центре Архангельска, от улицы Выучейского до улицы Карла Липнихта, доходит проспект Чумбавова-Лучинского. Бывший средний, затем Псковский. В 1921 году он был переименован в честь революционного деятеля, поэта Фёдора Степановича Чумбавова-Лучинского. Это пешеходный проспект, но скорее напоминает небольшую урочку и является важной достопримечательностью города Архангельска. Архангелогородцы расково называют его Чумбавовка. Со всего города на эту урочку стали привозить дома, воссоздающие застройку и облик до революционного города. В 2005 году было принято решение создать в этом месте улицу Музей. Кроме старинных домов, на Чумбавовке расположены уникальные памятники. Фигура разуздалого мужика в расстегнутом полушубке и в шапке-ушанке на обикрень верхом на огромном налиме. Это сеня малина, самый популярный персонаж сказок Степана Писахова. Если пройти чуть вперед, мы сможем увидеть памятник сказочнику Степану Писахову. Он стоит с авоськой, длинном пальто и шляпе, а его ног трется кошка. Считается, что если пожать руку бронзовой фигуре, то удача будет сопутствовать вам. Не менее известным сказочником русского севера является и Борис Шергин. В 2013 году на Чумбавовке ему тоже установили памятник. Он изображен старцем, рассказывающим сказку. А у ног его оживают герои поморских былин. Есть на этой урочке много и других интересных памятников, которые вы можете посмотреть, прогулявшись по ней со своей семьей или в дружной компании. Обводный канал Самый старинный проспект города Тянется от улицы Смольный Буян до проспекта Дзержинского. Своё название получил от находившемуся на его месте осушительному каналу. До 20 века обводный канал не был улицей. Вдоль него проходила внешняя граница городской застройки, а дальше были мхи и болота. Вода из болота текла в город и заливала улицы. Насущной необходимостью для города являлось сооружение специального канала. В 1887 году было начато строительство осушительной каналы, позволяющей выносить северную длину воды, стекающие им сухов. Выполнить такой объём земляных работ городским властям сразу оказалось просто не под силу. Работы приостанавливались и снова возобновлялись. Закончены они были только в 1860 году. Место получило название обводный канал. В 20 веке стали применяться современные средства посушки города, и площадь Архангельска значительно увеличилась. В 1960 году канал всё больше и больше стал застраиваться новыми домами, и проспект окончательно получил своё официальное название – проспект Обводный канал. Все проспекты города пересекают большие и маленькие улицы, основанные как с момента зарождения Архангельска, так и в наше время. Они длинно измерика тянутся от проспекта к проспекту, рассказывая об истории столицы Поморья. Самая старая улица, которая есть в нашем городе – Смольный Буян. Длительный период эта улица называлась Заставская и была границей города. По обе её стороны были расположены каменные караулки, от которых уходили в стороны каменные заборы, а въезд город преграждал Шакбаум. В начале XIX века на этом месте к берегу Северной Двины стали выгружать доставляемую в Архангельск к Мау, и улицу переименовали Смольный Буян. Ещё одна старинная улица, которая есть в нашем городе, носит название Поморская. Прежние названия – Буяновая и Торговая. Протяжённость улицы чуть больше километра, проходит от набережной Северной Двины до проспекта Обводный канал. Самая оживлённая улица Архангельска всегда была своеобразным торговым центром города. Раньше на ней размещался Желёный базар, куда купцы во время Маргаритинской ярмарки привозили на продажу свои товары. На этой улице до наших дней сохранились исторические здания, в которых располагаются музеи города. Усадебный дом Екатерины Кирилловны Протниковой, музей художественного сверения Арктики имени Александра Алексеевича Борисова. В доме номер 27 по улице Поморской находится музей писателя Степана Григорьевича Писахова. На этом наше виртуальное путешествие подходит к концу. Мы рассказали вам далеко не обо всех улицах Архангельска. Есть у нас улицы, названные в честь писателей, космонавтов, героев Великой Отечественной войны, географов и путешественников, учёных и исторических деятелей. Все названия не перечислить. Если вы хотите узнать историю возникновения той или иной улицы, вы можете прийти в городскую детскую библиотеку имени Евгения Степановича Коковина, взять в руки книгу Евгения Овсянкина имена Архангельских улиц или Евгения Степановича Коковина улицы Архангельска рассказывают и самостоятельно продолжить своё путешествие. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok